Здравствуйте, в эфире город С и Татьяна Дмитриева. Какие изменения в отношении имущественных налогов ждут нас в 2016 году? В каких случаях физические лица обязаны продекларировать доходы и какие сервисы помогают налогоплательщикам экономить время? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Федеральной налоговой службы России по Самарской области Елена Дальнилкина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Елена Викторовна. Вы у нас в этом году как представитель налоговой службы первый раз и поэтому хочется услышать от вас на что налогоплательщикам, на какие может быть изменения следует обратить внимание в наступившем году? Или все в принципе будет как обычно? Конечно, изменения определенные в 2016 году в отношении администрирования налога на доходы физических лиц и налоговое имущество, земля и транспорт. Конечно, они некоторые есть, но тем не менее с начала года, с началом наступившего нового налогового периода 2016 года хочется отдельным моментом выделить вопрос о том, что началась декларационная кампания 2016 года и в течение этой декларационной кампании определенные категории физических лиц должны отчитаться по полученным доходам, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц. Мы привыкли, что мы с зарплаты отчисляем налоги, даже не мы этим занимаемся, а работодатели, да? А здесь о чем идет речь? Да, хотелось бы сказать, что кроме прав, которые плательщики имеют заявить, налоговые имущественные вычеты, социальные вычеты, есть и обязанность. К категории граждан, которые обязаны продекларировать свои доходы, порядок и основания предоставления таких деклараций 3НДФЛ определены полностью в 228-й статье налогового кодекса. В частности, основные моменты, основные источники дохода, которые в большинстве получают налогоплательщики, это доходы от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех лет, в частности, жилых помещений, квартир, домов и так далее. Суммы дохода, которые получены от выигрышей, суммы вознаграждений физическим лицам, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц, это в частности по договорам аренды. То, что плательщики получают, сдают в аренду недвижимое имущество, это и жилые помещения, и в том числе нежилые помещения. Ну и те, которые получаются в порядке дарения, за исключением тех, которые получают налогоплательщика от физических лиц, приходящимися ему близкими родственниками. Ну и весь перечень, как я сказала, в кодексе, основные моменты, на которые хотелось обратить внимание, это вот такие доходы. Поэтому плательщики, которые получили вот такие источники доходов, обязаны до 4 мая 2016 года представить декларацию 3НДФЛ в налоговые органы по месту нахождения, по месту регистрации этого физического лица. Вот мы привыкли чаще, конечно, в ходу, так скажем, справка 2НДФЛ, а 3НДФЛ, она вообще что из себя представляет? Что это такое 3НДФЛ? 3НДФЛ – это как раз форма декларации, которая заполняется налогоплательщиком при получении вот доходов из перечисленных мной источников, в которой отражается сумма полученного дохода, сумма расходов по полученным доходам. Это нужно идти самому и все это заполнять в налоговой или как? Конечно. Вот эту декларацию как она вообще заполняется? Конечно. Форма декларации в 2016 году претерпела некоторые изменения, но не такие концептуальные. В основном форма, она такая привычная осталась для налогоплательщика, которая когда-то сталкивалась с этой формой. Утверждена эта форма приказом Федеральной налоговой службы 27 ноября 2015 года. Эта форма размещена на сайте ФНС. Также для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу декларации 2015, которая находится в свободном доступе, также на сайте ФНС. А также бланки новых деклараций можно распечатать и в консультанте. При этом сейчас уже налоговым управлением заказ делается на печать бланков на бумажных носителях. Это делается каждый год для того, чтобы налогоплательщики, придя в налоговые органы, могли взять бланк бумажный и заполнить декларацию уже в налоговом органе. Вы сказали, что это становится обязанностью. А если, допустим, гражданин не стал декларировать свои доходы, вот чего ему ждать? Какая-то проверочная деятельность ведется? Хочется сказать, что в случае, во-первых, нарушения сроков представления декларации, а в этом году у нас срок представления декларации для тех плательщиков, которые имеют обязанность, вот как я перечислила, срок представления до 4 мая 2016 года, потому что 30 апреля, это последний день, он выпадает на праздничные дни, соответственно, срок переносится на первые... А почему же такое число, 4 мая? Да, на первый рабочий день после 30 апреля. И после этого уже какие-то штрафные санкции могут быть? Да, в случае нарушения такого установленного срока законодательством применяется в соответствии с 119 статьей Налогового кодекса штрафные санкции, размер которого не менее 1000 рублей. То есть, если даже к уплате по декларации у налогоплательщика будет ноль, тем не менее при нарушении срока ему придется уплатить не менее 1000 рублей. Понятно. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Людмила Васильевна интересуется. У меня есть дом в Бобровке, это Кенельский район, я пенсионерка, инвалид второй группы. В Кенелье не платят налог, а в Бобровке платят. С чем это связано? Ну, скорее всего, это вопрос связан с... Дом в Бобровке. Вот узнала, что в Кенелье не платят. Скорее всего, это связано с вопросом уплаты налога на землю. Потому что в отношении жилого помещения, в отношении дома, в частности, у нас пенсионеры не уплачивают налог на имущество. В отношении земельного налога хочу сказать, что каждый муниципалитет устанавливает свой законодательный акт, который регулирует предоставление льгот дополнительных каких-то. Поэтому, конкретно, если Бобровка к какому муниципалитету относится, то это нужно посмотреть, есть ли какие-то дополнительные льготы. Вот именно полномочия района, районной администрации. Тем не менее, на федеральном уровне льгота предоставляется инвалидам первой и второй группы в размере 10 тысяч рублей от кадастровой стоимости. То есть, кадастровая стоимость уменьшается на 10 тысяч рублей. И, соответственно, далее расчет идет относительно ставки налога и получаются определенные суммы. Да. То есть, это однозначно. Следующий вопрос Михаил задает. Почему работодатель требует от работников копию, свидетельство и ненен? Вот для чего она нужна? И требование вообще такое возможно требовать от работников? Ну, во-первых, с 1 января 2016 года в справках 2 НДФЛ, в принципе, всегда существовал этот, так скажем, показатель отражения в справках 2 НДФЛ, там поле определенное заложено. И ННН в этом году в справках 2 НДФЛ, налоговые агенты обязаны указывать ННН на своего налогоплательщика. Этот реквизит ранее являлся необязательным. При предоставлении вот с этого года заполнение его обязательно. С какой целью? Ну, самая большая цель – это правильная идентификация налогоплательщика, самого физического лица. То есть, бывают случаи, когда плательщик запрашивает не у налогового агента, например, справку 2 НДФЛ, в случае ликвидации, например, налогового агента, юридического лица. То есть, для того, чтобы правильно идентифицировать физическое лицо, необходим вот этот реквизит. То есть, требования обоснованы абсолютно, да? Ну, в общем, да. Вы сказали, что с начала года началась новая декларационная кампания. А что она включает в себя, вот такое понятие интересное – кампания? Как она проводится? В общем-то, декларационная кампания, как я уже сказала, до 4 мая проводится. Проводится декларационная кампания у нас каждый год с начала налогового периода. А цель основная какая? Да, цель основная кампания для того, чтобы налогоплательщики представили декларации, заявили источники доходов и сумму полученного дохода, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц. Вот, в частности, из таких источников, которые от продажи имущества, от выигрышей, от доходов, полученных за пределами Российской Федерации, ну и так далее. Есть перечень, который, вот я сказала, в статье предусмотрен, для того, чтобы заявить, исчислить налог. И, соответственно, до 15 июня текущего налогового периода уплатить эти деньги в бюджет. А вот интересно, у нас часто показывают шоу и выигрывают люди, жители даже нашей области, где-то, допустим, там в Москве или в любом другом городе. Вот в этом случае как поступать? Здесь же нужно заявлять? Все декларации 3НДФЛ представляются налогоплательщиками по месту их регистрации. То есть, если житель Самары, Самарской области, там соответствующего, там района... Сюда приезжают и декларируют? Ну, почему приезжают? Ну, возвращаются из Москвы, допустим, с подарком, с призом, с крупным. И обязательно должен прийти и вот это все задекларировать, и с собой изымут налог. Да, задекларировать-то он должен, но представить декларацию он может любым способом, вот как я и сказала, в электронном виде заполнить, да, послать по электронной почте, послать почтовой связью, как вариант. И самый удобный, конечно, вариант это тогда, когда у налогоплательщика зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика, и при наличии электронно-цифровой подписи, которую он также получает в определенном порядке через личный кабинет, можно направить декларацию, соответственно, она будет считаться принятой. И, соответственно, в тот день, когда она будет направлена через личный кабинет. Понятно. Следующий вопрос. В отчетном периоде в 2015 году я продала машину. Машина попадает в налоговый вычет по сумме продажи. Я владела машиной менее трех лет. Обязана ли я подавать декларацию, учитывая, что данную сделку я провела через личный кабинет, налоговую проинформировала, и в данный момент машина не значится. Потому что я отправляла скан договора купли-продажи. Есть ли у меня обязанность подачи декларации? Существует ли это? И нужно ли в декларации указывать и подтверждать сведения о доходах по вкладам, если ставка по вкладам в рублях не превышала 18%? Вот такой объемный вопрос задает ваша тезка. Елена, если что-то можно прокомментировать? Я пытаюсь сейчас, может быть, полностью, может быть, частично. Значит, по поводу того, что продажа автомобиля, находящаяся в собственности, менее трех лет. Обязанность по предоставлению декларации существует. В данном случае декларация предоставляется, в которой указывается доход, полученный от продажи автомобиля. Соответственно, указываются расходы на приобретение этого автомобиля с подтверждающими документами. Либо вычет, который налоговый кодекс предусмотрен в размере 250 тысяч рублей. Соответственно, доход полученный минус расход, либо документы, либо 250 тысяч рублей, получается налогооблагаемая база. Уже какая она получится, это уже надо по цифрам уже смотреть. Поэтому обязанность обязательно есть. То, что через личный кабинет, вот она, платежщик сообщил о том, что была продана машина, это в частности, в большей степени касается отчуждения транспортного средства. Эта дата используется при расчете срока нахождения собственности транспортного средства и учитывается при расчете транспортного налога. Поэтому, если продана была она там в ноябре, соответственно, налог будет начислен в 2016 году. В этом году также она получит уведомление по транспортному налогу на уплату суммы исчисленного налога за 2015 год. Ну, в пределах тех месяцев владения, которым она владела. И последний момент по поводу... Ставка 18% в рублях не превышала по вкладам о доходах. Обязанность декларирования полученных процентов по вкладам в банках существует, установлено кодексом. Если ставкам была установлена выше 10% ставки рефинансирования, плюс 10%, все, что еще выше. Какая была на момент открытия вклада у платежщика ставка, это надо смотреть, какая она была и было ли превышение. Но в 2016 году, так как вот учитывая, что в 2015 году было массовое, в общем-то, открытие вкладов в связи с какими-то нашими экономическими такими волнениями, да, то есть вероятность такая, что нужно представлять декларацию. Но это надо смотреть по цифрам. Следующий вопрос. Можно ли продать земельный участок меньше кадастровой стоимости? И с какой стоимости, с кадастровой или продажной взимается налог? С 1 января 2016 года установлено такое положение в кодексе, что если сумма полученного дохода от продажи, ну, земельного участка в частности, ниже 0,7, коэффициент 0,7 применяется, ниже суммы, значит, кадастровая стоимость умножена на 0,7, то, соответственно, на сумму разницы налоговый орган имеет право, ну, соответственно, в рамках определенных мероприятий, да, в соответствии с кодексом, произвести начисление налога. Поэтому налогоплательщики, которые в 2016 году будут продавать, ну, я так понимаю, там 16-й год или нет, или 15-й? Ну, это еще в перспективе. Можно ли продать земельный участок меньше кадастровой стоимости? Вот меньше кадастровой стоимости, но не менее суммы, которая будет рассчитана, исходя из кадастровой стоимости умноженной на коэффициент 0,7. То есть вот такой промежуток. Да, здесь нужно хорошо в математике разбираться, чтобы все вот это, конечно... Это все достаточно, как бы, нормально написано для восприятия в кодексе. Если какие-то там существуют еще дополнительные необходимости в консультации, мы всегда консультируем, в том числе по телефону, налогоплательщикам. А вообще налоговая служба, какой порядок работы? Можно, вот, допустим, выходной день, если все время человек занят на работе, вот, ну, нет возможности? Да, конечно. Для удобства налогоплательщиков установлен специальный продленный график работы всех территориальных наших налоговых органов в каждом районе. Это в понедельник и в среду работа с 9 до 6, как и в обычном режиме. Во вторник и четверг с 9 до 20. И вторая и четвертая субботы месяца с 10 до 15 часов. Ну, вот, уже... Поэтому выходные, да, женщины тоже есть возможность. Можно использовать. Следующий вопрос. Можно ли получить возврат денежных средств за покупку квартиры в течение одного года? Вот, правда, да? Как? Вот, в 16-м. И в 16-м же получил возврат денежных средств. То есть... Налоговый вычет, да? Да, налоговый вычет при, значит, при покупке имущества, жилья, он может предоставиться либо по итогам налогового периода, либо в течение налогового периода, но он предоставляется налоговым агентом. Налоговым агентом в процессе, так скажем, года, ежемесячно будет не удерживаться налог на доходы физических лиц. Но для того, чтобы это право реализовать, физическое лицо, которое приобрело имущество, должно обратиться с заявлением в налоговый орган для подтверждения этого права. В течение месяца это заявление рассматривается и, соответственно, принимается решение, подтверждается право на имущественные вычеты или нет. При подтверждении выдается определенного образца уведомления, с которым плательщик идет к своему работодателю, и работодатель уже на основании этого уведомления ежемесячно не удерживает налог. При этом, вот, опять же, а если человек не работает, то ему нечего возвращать. У него нет источника, у него нет того налога на доходы физических лиц, который изначально либо был удержан по итогам предыдущего периода, либо удерживается в течение налогового периода. Ну, нет 13-процентного удержания. Понятно. Следующий вопрос от Людмилы. Я пенсионерская, у меня в собственности квартира. В 2015-м я приобрела еще и машину. Нужно мне будет платить за машину налог? Ведь я пенсионерка. Транспортный налог у нас начисляется и направляется уведомление всем физическим лицам, которые владеют транспортным средством. Для налогоплательщиков, пенсионеров установлена льгота в закон 86 ГД по Самарской области. При этом 50-процентная льгота на уплату налога транспортного налога. При этом эта льгота предоставляется только в отношении транспортного средства, которое имеет мощность до 100 лошадиных сил. Так вот, если автомобиль, так скажем, маломощный, до 100 лошадиных сил, то, соответственно, пенсионеру будет предоставлена 50-процентная льгота. Понятно. Следующий вопрос. Если продал машину в 96-м году по генеральной доверенности, я уже не найду налог, потому что мне все присылают, присылают. Как быть? Дело в том, что переход права собственности подлежит обязательной регистрации в регистрирующих органах. Только вот именно документ об отчуждении, в частности транспортного средства, является основанием для налоговых органов о прекращении исчисления налога транспортного. Поэтому в регистрирующие органы ГИБДД, на основании которых мы начисляем транспортный налог, приходят сведения о том, что данное транспортное средство, так как не было обращения гражданина о снятии с регистрации транспортного средства на него, соответственно, мы начисляем ему как собственнику, по документам он собственник, налог за этот транспорт. И вот вопрос о генеральной доверенности, вот что ему использует? Ему следует обратиться в орган ГИБДД для того, чтобы зарегистрировать дату отчуждения. И, соответственно, после того, как будут внесены эти сведения в ГИБДД, соответственно, они придут к налоговому органу, и налоговый орган будет уже, не будет, вернее, уже начисляться. Да, обращаются к вам с таким вот предложением, налоговую Ленинского района перенесли, а там такое движение жуткое теперь, очень неудобная парковка, решите, пожалуйста, этот вопрос. Не знаю, насколько у вас полномочий хватит решить этот вопрос, или хотя бы как-то передать такое пожелание. Ну, я, конечно, такое пожелание передам, но, естественно, никаких комментариев у меня по этому вопросу нет. Поэтому помещение-то, как бы, соответствующе было выделено и для размещения, вот, инспекции. Понятно. В начале программы мы заявили о начале декларационной кампании. Я предлагаю сейчас посмотреть ролик об этом, и потом мы продолжим разговор. Редактор субтитров А.Семкин нужно в налоговую инспекцию по месту прописки до 30 апреля. Если вы подаете декларацию, чтобы только получить налоговые вычеты, вы можете это сделать до конца года. Например, вы оплачивали лечение или учебу, купили квартиру. Не спешите, время есть. В дни декларационной кампании налоговые инспекции работают дольше, в том числе и по выходным. Проводят дни открытых дверей и семинары по вопросам правильного заполнения декларации. На нашем сайте в разделе «Физическим лицам» можно скачать программу «Декларация», которая поможет подготовить нужные документы. Еще один очень удобный способ заполнения декларации через интернет в вашем личном кабинете. Здесь вы сможете отслеживать ее проверку. Подать налоговую декларацию очень просто. Мы вам поможем. Еще вопросы от телезрителей. Немного времени остается. Пенсионерка 65 лет, продаю квартиру двухкомнатную в Самаре. Будет ли с меня вычитываться налог с продажи? Ну, опять же, возвращаемся к тому моменту, исходя из того, в какой промежуток времени находилась эта квартира в собственности. Если она находилась более трех лет в собственности, здесь не зависит от того, пенсионер, не пенсионер, любое физическое лицо, в котором находилась менее трех лет, декларировать не обязан. А если больше? Если более трех лет, то декларируют его в общеустановленном порядке. Следующий вопрос. Я из Тольятти. Налог мне приходит на квартиру сына на одну четвертую. И еще он платит за машину. А нас еще трое собственников. Извещение на налог в последнее время не пришло. Когда оно придет, не знаю. Почему я должна сама идти туда, забирать это извещение? Ну, во-первых, хочу сказать, что налоговые уведомления, которые направляются налогоплательщикам для уплаты, вот налог на имущество, в частности, здесь вопрос был задан, они рассылаются через федеральное казенное учреждение, централизованное, через ФКУ налогсервис в Нижнем Новгороде. Рассылка уведомлений начинается и в этом году, начнется ориентировочно в апреле, с апреля месяца, и рассылаются эти уведомления заказными письмами. Поэтому первый момент, естественно, организации почтовые производят доставку этих уведомлений. При этом физическое лицо, заказное письмо должно получить по месту своего жителя, жительство в соответствующем отделении почты. Поэтому при наличии извещения о получении в течение месяца плательщик должен прийти на почту и получить это уведомление. Если в течение месяца, соответственно, плательщик не пришел, это уведомление, конверт этот, пересылается на главпочта, в архив на хранение. Соответственно, почту уже и никто больше не будет уведомлять плательщика о том, что это уведомление было и сейчас в архиве. Это вот тот момент, который плательщики все время почему-то пропускают. Ну вот в данном случае, ну не пришел, не получил, уже в архиве не достанешь. Что делать тогда? Куда идти? Ну, самый оптимальный вариант, это, конечно, завести личный кабинет налогоплательщика, куда будут... Ну, если пенсионер, может быть, не подойдет такой вариант, еще какой вариант? Ну, только можно обратиться в налоговый орган для получения копии своего района. И уже тогда? Ну вот не хочет ходить специально, почему должна ходить? Ну, у нас очень много и пенсионеров, и достаточно уже такого преклонного возраста, если можно так назвать. И более 70 лет есть, на которые заведены вот именно тот личный кабинет, куда поступают все уведомления. А вот лично пенсионеру нужно приходить и в налоговую, чтобы удостоверить, вот печать эту получить в налоговой, да, вот для личного кабинета? Это один раз, плательщик обязательно должен прийти, получить пароль доступа. То есть, если сына попросить, это так не пройдет дело? Ну, представитель должен иметь доверенность о том, хотя бы не от нотариуса, а доверенность о том, что он может предоставить... Такой вариант возможен. ...все представителям быть, вот... Уполномоченным представителям. Следующий вопрос, последний, очень коротко. Ко мне на адрес приходят письма из налоговой на другого человека, вообще не прописанного по этому адресу, уже на протяжении 10 лет. Что мне их выбрасывать или куда-то отнести? Ну, во-первых, конечно, с целью, там, для того, чтобы мы актуализировали базу данных, чтобы не переходили больше таких уведомлений, да, можно сообщить по телефону, который там размещен. Спасибо большое. Еще есть вопросы, обещаю, что передам, кто не успел. Спасибо за внимание и активность, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!